Эфир с телеканала ННТ продолжают новости 24 в студии Зухра Алиева. Здравствуйте! И вот главная тема выпуска. 310 миллионов рублей на новые томографы для Дагестана. Покупка аппаратов позволит более оперативно и точно диагностировать у пациентов различные серьезные заболевания. Канализационный червь здесь. 1 госпитализирован в результате ДТП в Хасавюртовском районе. Авария произошла сегодня утром на автодороге Хасавюрт-Бабайурт. По предварительным данным, 36-летний житель Кизляра выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомашиной «Газель», сообщают в МВД Республики. По данным ведомства, водитель автомобиля ВАЗ-21 и двое его пассажиров от полученных телесных повреждений скончались на месте. Водитель «Газели» с различными травмами доставлен в центральную городскую больницу Хасавюрта. По факту ДТП собран материал для принятия процессуального решения. Бригада столичных специалистов под руководством главного врача Московской городской клинической больницы в Коммунарке Денисом Проценко объездила уже немалой медорганизацией Дагестана. Проценко возглавляет очередную бригаду московских специалистов, направленных в республику для оказания помощи дагестанским врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Бригада медиков прибыла в республику 10 июня. По словам опытного врача, ситуация в Дагестане стабилизировалась и эпидемия пошла на спад. За прошедшие 7 дней Денис Проценко и его коллеги побывали во многих больницах республики, а также во временном лагере для граждан Азербайджана, ожидающих открытия границ и отправки на родину. Сегодня медики посетили центральную городскую больницу Каспийска, роддом, который был перепрофилирован для рожениц с COVID-19. Моей коллеге удалось побеседовать с известным врачом прямо на месте. Что хотелось бы подчеркнуть в первую очередь, это врачей, врачей-героев, которые, несмотря на то, что клиники абсолютно разного возраста и разного профиля, скажем так, до ковидное время, все работали с полной самоотдачей. Но действительно, сейчас во всей республике всего 8 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких, и многие клиники возвращаются в свою мирную профессиональную жизнь. Как столичные врачи откорректировали схему лечения дагестанских врачей? В основном, понимаете, проблема заключается в том, что доказыванных эффективных препаратов нет. Весь мир, равно как и Россия, равно как и Москва и Дагестан, все эти два месяца находились в поиске этих препаратов. Поэтому наши подходы в начале эпидемии, в начале марта и сейчас, они очень сильно отличаются между собой. И мы видим, что эти отличия и эту эволюцию лечения, в общем, дагестанские доктора реализовывали успешно. 10 новых компьютерных томографов получат больницы Дагестана до конца этого года. На закупку оборудования в бюджете республики заложено 310 миллионов рублей. Аппараты КТ распределят медучреждением республики. К примеру, один из закупаемых томографов предназначен для Центральной городской больницы из Бирбаша, где единственный имеющийся аппарат компьютерной томографии вышел из строя и не подлежит восстановлению. В Минздраве республики считают, что покупка новых томографов позволит значительно снизить очереди на данный вид исследования. Появится возможность более оперативно и точно диагностировать у пациентов различные серьезные заболевания, в том числе пневмонию, вызванную COVID-19. Полная антисанитария, зловоние и нечистоты вместо комфортной городской среды. Полноценной жизни людей мешает канализация из благ цивилизации, превратившаяся в бедствие. Недовольные горожане, обойдя все инстанции и не найдя поддержки, обратились за помощью к нам в редакцию. Жители микрорайона Пальмира буквально утопают в канализационных стоках, но никто либо не в силах помочь, либо попросту не считает нужным исправить ситуацию. В проблеме разбиралась моя коллега Алина Багилова, ей слово. Современные стандарты комфорта, казалось бы, выглядят совсем иначе, но некоторые наши земляки вынуждены погружаться в грязные воды, испытывая на себе все прелести средневековой жизни. Резиновые сапоги – чуть ли не единственная обувь, с которой можно выбраться из этих канализационных луж. Если в холодное время запахи нечистот были не так ощутимы, то летом аромат дает о себе знать. Как с этим жить и как бороться, никто не знает. Жители микрорайона просто в недоумении. От безысходности люди обратились к нам в редакцию с просьбой помочь, так как различные инстанции, по их словам, просто игнорируют все обращения, будто бы не замечая эту плачевную ситуацию. Все друг на друга это все перекидывает. Ни администрации города Махачкалы, ни ЖКХ, никакой реакции, ни администрации Ленинского района, никакой реакции нет. Канализационные черви здесь. Эта грязная канализационная вода заполнила весь микрорайон Пальмира. Зловонные запахи повсюду. Лужи канализации в прямом смысле отравляют жизнь. У каждого перед домом и даже во дворах похожая картина. Повсюду невыносимый смрад. Черви, которые стали хозяевами земли, превращенные в болото. А весь урожай пропитан канализационной водой. Вонючий запах, дышать им нечем. Сколько травы собрала здесь. Все в воде, вот все делают, вот вода течет. Это все туалетная вода, туалет. Вот дома дышать нечем. Я белизну, дезинфицирую вещи, все освежитель воздуха. Все брызгает и ложу спать. Я сама больная, сахарным диабетом. На улицу выходить не могу. Как здесь жить? Кому обращаться? По словам людей, проблема существует уже давно. Но, как говорят представители управления ЖКХ, корнем зла считаются сами люди, которые построили свои дома в поле, не предусмотрев заранее, как будет работать канализационная система. На вопрос, как помочь людям в этой ситуации остановить и предотвратить разлив фекальных вод, никто из причастных к проблеме не может дать точный ответ. Управление ЖКХ ссылается на Минстрой, а Минстрой, в свою очередь, на администрацию города. Круг замыкается. Если аварийная ситуация в настоящее время там есть, наблюдается, это полномочия городского округа, город Махачкала. Есть 131-й федеральный закон, в рамках этого федерального закона они должны, обязаны обеспечить население. Наш успех зависит именно в данном случае от действий и от своевременного представления документов, необходимых для полного проектирования от администрации города Махачкала. Насос сгорел. Смотрите, продукты, все половина в воде, говне. Теперь это кто будет мне ущерб платить? На вопрос, что делать и есть ли свет в конце тоннеля, людям ясного ответа не дают, предлагая подождать до 2022 года. Поэтому жители Пальмиры так и остаются заложниками проблемы, решить которую никто не берется. Всю систему, вот эти жители, вот эти улицы, все за свой счет сделали эту канализацию. Это представлен бюджет города, сколько денег сэкономил бюджет города, да? Спрашивают, а куда это все уходит? Так же нельзя. Если люди за свой счет сделали, администрация города и ЖКХ тоже может сказать, слушайте, ребята сделали. Давай мы тоже поможем им, поддержим. Откуда вы? Алина Багилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. В Дербенте завершен ремонт улицы Махачкалинской. Отметим, что на состояние этой дороги в администрацию города приходило наибольшее количество жалоб горожан. Многие годы она находилась в удручающем состоянии. Раньше здесь не было магистральной канализационной трубы, из-за чего возникали затопы. А неприятный запах распространялся на всю улицу, создавая горожанам дискомфорт. Всем также хочу сказать спасибо, кто принимал активное участие в постройке этой улицы. И генподрядчикам, и субподрядчикам, и также жителям, которые с пониманием отнеслись и добровольно сами снесли заборы. Также хочу еще от имени администрации и от себя лично принести всем жителям извинения за то, что делали столько проблем. Все ожидали, что быстро откроются, но, к сожалению, не получилось только из-за технической части. Сейчас на объекте полностью заменены инженерные сети, проведена хосфекальная и ливневая канализация, трубы водоснабжения и, кроме того, обустроены тротуары и бордюры, уличное освещение. Воздушные и электрические сети перенесены под землю. Реконструкция улицы значительно повлияла на разгрузку улиц и перенаправление автомобильного потока с центральных трасс города. Общая протяженность улицы составляет более полутора километров, а стоимость работы – около 73 миллионов рублей. В селении Ванашумахи Сергоколинского района полным ходом идет строительство детского сада на 35 мест. Работы идут ежедневно, полным ходом и с небольшим опережением графиков. Согласно проекту, реализацию которого планируют завершить к концу этого года, здание нового дошкольного учреждения будет соответствовать всем стандартам. Это будет современный, комфортный детский сад, где продумано все – от внешнего дизайна до внутреннего интерьера. Это радость для родителей и для нас, потому что в Урпосаде Клизибра мы старались создать уют, но новое – это совсем другое. И спасибо, конечно, администрации, спасибо всем, кто помогает. И о спорте. Дагестанский боец Мурат Абдулаев поспорит за титул чемпионата Лиги ACA. Соперником нашего полусредневеса станет экс-обладатель пояса в легком весе Али Багов. Поединок, который пройдет 5 сентября, сегодня анонсировал вице-президент промоушена Алексей Яценко. Махачкаринец Абдулаев – выходец из Ушу-Саньда. Он считается одним из ярких ударников в российском ММА. 10 из 18 его победных поединков завершились нокаутами. Его оппонент Али Багов – один из лучших грэпплеров во всем росте Лиги. Из 29 побед в карьере, 23 он выиграл болевыми и удушающими приемами. А у меня на этом все. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова